друзья привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном канале сладкий персик сегодня я покажу как готовлю свои самые самые вкусные фирменные сырники ингредиенты вы только что видели на видео еще и продублирую их в описании итак поехали берем творог насыпаем его в глубокую миску добавляем туда обычный сахар и ванильный сахар на щепотку соли затем добавляем муку но не обычную муку а рисовую поверьте сырники с рисовой мукой получается намного вкуснее чем с пшеничной дальше нам нужно просто хорошо перемешать творожную массу это можно сделать обычной столовой ложкой или с помощью погружного блендера как это делаю я если вы думаете что я забыла яйца нет яйца в сырники я не добавляю вот и все тесто для сырников готовы и теперь приступаем к формовке для этого насыпаем на плоскую тарелку рисовую муку формируем сырник сначала руками затем кладем его на эту тарелку берем стакан и вот так вот крутим таким образом сырник получается идеально ровный и красивый прям как в ресторане формируем таким образом все сырники затем берем сковородку разогреваем на ней небольшое количество оливкового масла можно использовать обычную подсолнечное но на оливковый мне нравится больше выкладываем наши сырники и жарим на среднем или слабом огне тут как вам больше нравится дело в том что нам не нужно чтобы сырники приготовились внутри нам нужно лишь сохранить их красивую форму и получить золотистую корочку жарим сырники с двух сторон и затем снимаем со сковородки будем готовить соус соус максимально простой мы просто смешиваем самую обычную сметану с сахарной пудрой здесь даже можно не доставать миксер а просто перемешать все это до однородности с помощью чайной ложки жирность сметаны тоже может быть любая какая вам больше нравится 15 20 или даже 25 процентов теперь мы берем форму для запекания выкладываем туда наши сырники смазываем их нашим сметанным соусом и убираем в духовку духовку нужно предварительно разогреть примерно до 180-90 градусов и запекать сырники в ней 15-20 минут поверьте сырники томленые в духовке это что-то невероятное особенно с рисовой мукой этот рецепт просто потрясающий обязательно его попробуйте я уверена что он вам понравится буду ждать ваших отзывов и вопросов в комментариях приятного вам аппетита